Коллеги, добрый день! Меня зовут Садовников Георгий Геннадьевич, я являюсь заведующим лабораторией защиты растений Фагбунуфанса. Занимаемся мы вопросами защиты растений и хотел бы сегодня немножко поговорить о фитосанитарной ситуации, которая складывается в крае, ну и также и немножко рассказать о каких-то особенностях развития земледелия последние несколько лет. Если говорить о фитосанитарной ситуации, то она складывается достаточно сложно, поскольку опять же мы наблюдаем в течение последних трех лет достаточно сложные условия. Оптимальные условия складываются для вредных объектов, это в первую очередь болезни, несколько лет нас поражают, растения поражают болезни. Также вредители, особенно в последнем, вот последняя зима была достаточно мягкой, весна также мягкой, сумма эффективных температур была набрана быстро для вредителей, в первую очередь, и спровоцировала ранний выход вредителей на поля и на допитывание, что повлекло в дальнейшем заселение уже непосредственно сельхозкультур. Из-за чего это все, конечно, происходит? Почему ухудшается фитосанитарная ситуация? В свое время повсеместно было переход на, ну, начали пробовать нулевую технологию, минималку так называемую, или еще ленивку ее называют. К чему это привело? Перестали глубоко и качественно обрабатывать почву, спровоцировали рост в первую очередь вредителей. Такими вредителями, которые сейчас можно назвать отголосками вот этого использования минимальной обработки, это тот же пилищик. Особенно в этом году его численность просто зашкаливает, превышает все допустимые пределы. В данный момент сейчас идет активное заселение сельхозкультур, в первую очередь пшеницы. Также он может поражать ячмень при высокой численности. Отмечена также откладка яиц иной овсе. Буквально вот несколько минут на полях было, наблюдал эту картину. Поэтому, конечно же, вот эта вспышка вредителей, это и бложку можно сюда, это можно и цикаду, которая также переносит вирусные заболевания, которые в крае очень сейчас много поражаются, не только озимая пшеница, но и яровая. Способствовало именно вот это вот внедрение, повсеместное применение либо наутила, либо ленивки, мелкой обработки почвы. Кроме того, это еще и способствовало обработка почвы, также и провоцирует повсеместные вспышки многоядных вредителей. Также луговой мотылек, поскольку перестали обрабатываться почвы, залежи много стало, и как бы там создает благоприятные условия для роста численности, опять же, и, скажем так, сохранения потенциала вредителя. Также встречается в более южных районах, но, конечно же, это еще и провоцирует вот эта засуха, которая складывается вот в этом году особенно, и саранчевы очень много появляется на посевах. Они сейчас как бы в стадии скоро могут переходить уже на крыло, соответственно, в стадную фазу, и тем самым могут наносить сильный урон. В прошлом году высокая численность была моли на рапсе, но в этом году численность ее отмечается низкой, поскольку высокие температуры очень негативно сказываются на развитии этого вредителя. Соответственно, несмотря на то, что в том году численность была достаточно высокой, и в этом году также она продолжает летать, моль сама непосредственно и мага, но так называемое потомство полноценного она не дает, поскольку она стерильная. Поэтому численность ее невысокая, нестабильная, и, как бы, скорее всего, в этом году высокого вреда она не нанесет. Но вместе с этим на тех же крестоцветных культурах, поскольку они достаточно маржинальные, это не говорит о том, что если моли нет, значит, уже проблема решена. Но кроме моли на том же рапсе присутствует большое количество других вредителей. В первую очередь сейчас очень опасный этот цветоед, численность его достаточно высокая, он сейчас активно допитывается на раннецветущих сорняках, в первую очередь, опять же, это крестоцветные, зимующие различные, которые, опять же, к чему привела вот эта минимальная обработка, мы расплодили вот эти все сорняки. Соответственно, они являются резерваторами, зимуют, прекрасно зимуют в посевах озимых, соответственно, рано зацветают, соответственно, создают кормовую базу для допитывания вот этих непосредственно вредителей, в первую очередь. Это также и бложка крестоцветная, это и цветоедчи сейчас активно развиваются, и в последние годы существенно еще вред наносит именно тля. Тля, она, как правило, начинает вредить уже в период созревания налива стручков. Также хотелось бы отметить, конечно, ситуация сложная складывается уже и с тлей. Это и тля на горохе, то есть она уже практически начинает заселять посевы, поскольку горох уже начинает с фазы бутонизации. Необходимо просто оперативно принимать меры и работать определенными химическими препаратами. Также серьезная ситуация складывается из зерновой тлей. Как правило, зерновая тля обычно заселяет более поздние стадии развития пшеницы, но в этом году уже в фазу кущения, даже начало трубки, уже отмечена высокая численность тли зерновой. И, конечно же, очень важный момент при возделывании пшеницы – это поражение трипсами. Опять же, вот эта мелкая обработка, которую начали внедрять у нас, привела к тому, что численность трипсов существенно возросла в последнее время. И, как правило, раньше трипсы выходили, заселяли растения в период калашения злаковые. Численность была невысокая и, как правило, по ним даже не работали, какие-то мероприятия не проводили. Но с учетом усиления численности, трипс выходит уже очень рано, начинает растение заселять уже в фазу начала выхода в трубку, что влечет за собой последствия какие? То есть он является переносчиком инфекций. Питаясь на растении, он заносит инфекцию, переносит уже в пазухи листа. Соответственно, дальше мы можем… Инфекция начинает развиваться, делает перетяжку и при наливе колоса мы можем наблюдать картину, так называемой белоколосицы. То есть колос просто не наливается. Также трипс может просто-напросто спровоцировать ненормальный выход колоса из флагового листа, поскольку, питаясь в пазухе, он делает перетяжку, флаговый лист скручивается и колос просто выходит ломанный. То есть это все, в принципе, следствие вредоносности трипса. Кроме того, вернувшись к рапсу, можно сказать следующее, что вот цветает… В принципе, вот сейчас началась уже бутонизация рапса. Опять же, ненормально в этом году поведение растений, поскольку сроки роста, развития сдвинулись примерно недели на две. Соответственно, и вредоносность вредителей также начинается очень рано. И вот уже рапс начинает зацветать, и уже как бы необходимо принимать меры для того, чтобы снизить численность вот этого цветоеда, иначе просто стручок не будет образовываться. Соответственно, будет существенное снижение урожая. Помимо всего прочего, вредители, конечно же, необходимо обращать внимание и на болезни. Дело в том, что вот как бы наличие вредителей зачастую определяет и появление наличия инфекции, поскольку вредители не только наносят прямой вред, но и косвенный. Как бы уже ранее говорил, что они могут являться в первую очередь еще и переносчиками инфекции. Это касается вирусных инфекций, те же бложки, цикадки, колесосущие клопы, они все переносят различные инфекции. Кроме того, грибные инфекции переносятся теми же трипсами. То есть вот именно своевременная фитосанитарная диагностика и локализация вот этих очагов и своевременная борьба, конечно, будет вести к снижению вреда от комплекса вредных организмов. И это должно быть, конечно, быть в системе. Но помимо этого, вот когда, опять же, вернувшись к рапсу, хотел бы отметить, что у нас, допустим, в Алтайском крае из болезней, в принципе, рапс повреждает не так много болезней. Это, в первую очередь, альтернария. Опять же, альтернария напрямую переносится той же тлей, может переноситься теми же бложками. И, что очень важно, она переносится, вот есть у нас скрытнохоботник, который повреждает также, когда заселяется стручок, наливается стручок, он повреждает проколами, и, соответственно, туда попадает инфекция, и потом уже семена становятся некондиционными. Также, что касается вот еще одной маржинальной культуры сои, буквально в двух словах, хотел бы сказать, что, в принципе, по вредителям у нас не так много вредителей повреждает сои. Бывает из года в год вспышка различных вредителей, таких как акацевая огневка, она также является мотыльком, типа вот моли капустный, летает только ночью. Вообще, опасность вот этих вредителей в том, что их нужно, вы их днем можете не видеть, даже гусеницу можно не увидеть, она очень активно прячется, если что, спускается на землю в течение дня, питается и размножается, и лед у нее, миграция в основном ночной период. Соответственно, конечно же, необходимо вот все, успех вот защитных мероприятий будет заключен в том, что когда в правильном фитосанитарном мониторинге, то есть сначала мониторинг, далее принимаются решения о той или иной защитной, защитном способе. По сои также еще может повреждать и в последнее время, вот особенно в этом году, бобовые и в том числе сои, это кубеньковый долгоносик. Помимо этого, сою очень сильно повреждает, и не только сою сейчас, очень в этом году вспышка, просто вредоносности, это проволочник и хрущ. Они питаются, подгрызая корневую систему, также отмечена большая вредоносность на пшенице, на сои, на бобовых, также на подсолнечнике очень много отмечено повреждений. Все, конечно, это, в принципе, говорит о том, что этот год достаточно будет сложный в плане вредителей. И, как говорит наш Григорий Аклестецов, это он назвал его год высокой биологической активности. Поэтому необходимо смотреть, делать вовремя фитосанитарный мониторинг, то есть мониторить свои посевы, и чем раньше будет обнаружен тот или иной вредный объект, тем экономичнее и эффективнее можно будет с ним побороться. Помимо вредителей, соя также у нас в последнее время существенно страдает от бактериозов. В принципе, на сою не так много инфекций, от которых она сильно страдает, но в первую очередь это от бактериозов. Дело в том, что с бактериозами достаточно сложно бороться, и в нашем институте, в нашей лаборатории мы проводим различные исследования в поиске, скажем так, средств борьбы, и остановились пока на биологических, микробиологических препаратах, которые как-то влияют на, каким-то образом влияют на снижение бактериозов. По зерновым еще, наверное, зерновые можно назвать самые такие востребованные у вредителей культуры, потому что практически очень большое количество вредных объектов на зерновых. В последнее время существенно вредит клещ, причем он уже начинает сейчас заселять пассивы, фазу кущения. Как правило, это поражает флаговый лист, как бы, при период налива, ну что тоже очень серьезная вредоносность для культуры, поскольку флаговый лист является основным аккумулятором при наливе колоса. Соответственно, повреждая флаговый лист, он заносит туда инфекцию, лист погибает, и, соответственно, уже и качество, и натура зерна теряется. Ну, кроме того, клещи уже заселяют и сейчас, в настоящее время, фазу выхода в трубки, формирования первого-второго междоузлия, что говорит о том, что численность его только будет нарастать, соответственно, и вредоносность. Кроме того, в этом году отмечается большая активность различных совок, причем совки и на льне повреждают, вот буквально два дня назад делали обследование льна, листовертки различные, совка гамма, подгрызающие совки проявили свою активность, то есть просто уничтожают посевы различных культур. Соответственно, конечно, необходимо делать мониторинг, делать выводы на следующий год, и если численность вредители, допустим, или у вас как бы технология минималка или ноутил, соответственно, необходимо возделать культуры по... при возделании культуры использовать те мероприятия, которые будут работать на снижение численности и в дальнейшем на повышение урожая в целом.